В области к паводкам готовятся, а жители многих улиц Караганды уже страдают из-за последствий таяния снега. У жильцов улицы Курмангазы затапливают дома, а в некоторых тонет скот. На месте побывали наши корреспонденты. Уже не первый год жители улицы Курмангазы становятся свидетелями пагубных последствий талых вод. Из-за образовавшегося потопа страдают жильцы ни одной улицы. Местные жители в это время года ходят только в резиновых сапогах. Сюда отказываются ехать скорая помощь и такси из-за невозможности проезда. Мы встаем в 7 часов утра, пробиваем лед, иначе если лед затор сделается, сразу идет в огороды. Дома-огороды ниже находятся, поэтому без этих мер здесь вообще невозможно жить. Вот дежуришь, вот сейчас я на больничном, несмотря на это мне приходится здесь бегать с лопатой, дежурить, заторы устранять, воду пробивать путь. И, ну, я не знаю, властям нет дела до нас. Как заявили нам в Акимате района имени Казбек-Би, согласно правилам о благоустройстве, принятом в 2013 году, жители частного сектора должны сами следить за состоянием своих улиц. Несмотря на проведение разъяснительных работ среди граждан, многие люди продолжают игнорировать новые правила, и силами Акимата уже не первый год проводятся работы по очистке снега, принимаются меры во избежание подтопления домов, создан противопаводковый штаб. Несмотря на это, физические лица частного сектора не обеспечили вывоз снега с прилегающей территории. Однако силами Акимата мы организовали работу по вывозу снега со многих улиц частного сектора, которые наиболее подвержены подтоплению в поводковый период. Такие улицы, как Курмангазы, Космонавтов районные, с этих улиц с 26 февраля было вывезено порядка 300 метров кубических снега, была прочищена ливневая канализация, то есть русло ливневки еще во время зимы мы уже подготовили под поводки. Согласно правилам благоустройства, юридические и физические лица, независимо от форм собственности, должны выполнять уборку, поливку и посыпку тротуаров песком, своевременный вывоз снега и мусора, очистку водостоков и дренажей в границах отведенной и закрепленной территории. Порой жители частного сектора забывают о том, кто должен следить за их территорией, а во избежание неприятных ситуаций нужно просто вовремя производить очистку. Ануар Сейдрахим, Рустам Бараев, Никита Косых, 5 канал.